Здравствуйте! На библейском портале Экзегет сегодня разберем один единственный стих. Постараемся понять контекст и постараемся понять самое главное, что из него мы можем вынести для своей духовной жизни. Дело в том, что Евангелие имеет много слоев понимания, причем слоев понимания не только разумом, но и сердцем, и как раз этому этот стих и посвящен. Евангелие от Марка, 2 глава, 8 стих. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших. Без контекста вроде непонятно вообще, о чем речь. Но напомним контекст, и всегда лучше даже открыть евангельский текст и прочитать этот коротенький отрывочек. Знаменитое чудо Христа, спасителя Господа нашего, исцеления расслабленного. Напоминаю, приносят близкие, друзья, может, возможно, родственники расслабленного человека, ну, говоря современным языком, парализованного. Несут они его на носилках, и добраться к Господу они не могут подойти, потому что такие толпы вокруг него людей, которые кто-то жаждет слова истины, а кто-то, увы, жаждет просто, ну, каких-то физических исцелений, каких-то чудес. Кто-то даже не себе чудес жаждет, а хочет посмотреть, что там будут, какие вот чудеса, возможно, так, на заказ. И Господь, когда ему приносят этого расслабленного, разобрав крышу, разобрав кровлю, опускают, он говорит расслабленному, отпускаются тебе твои грехи. То есть Господь прощает ему грехи, возможно, именно за эти прегрешения ему и были не способны такие вот страдания, паралич тела, что он вынужден зависеть только от своих ближних, а сам ни рукой, ногой пошевелить не может. Это середина вот этого исцеления, и здесь пока что расслабленный не исцелен телесно, потому что как раз начинают роптать, роптать начинают те люди, которые вокруг, причем нельзя сказать, что может ропщат, они так больше размышляют, недоумевают и думают, кто же может прощать грехи. Грехи может прощать только Бог, ну и вообще легко сказать прощать те грехи, а как это ты докажешь, прощены грехи или нет, восстанет расслабленная садра или нет. И после этого Господь, конечно, говорит, ну вот может сын человеческий прощать грехи, и восставляет расслабленного отадра, говорит, возьми свой отр и ходи. Ну и действительно люди веруют, тоже такой вот счастливый конец. Однако наша сегодняшняя задача разобрать не вот этот кусочек, а все-таки по нему с древних времен и до сегодняшнего дня много толкований есть, но у каждого христианина порой бывает такой недостаток, что мы можем некоторые евангельские стихи, маленький кусочек евангельский отрывок, но вот его просто пробежать и вообще даже не задуматься. Специально выбрал этот стих, потому что здесь он вроде проходной такой, то есть он описывает некоторые обстоятельства, то есть еще нет ни исцеления телесного, исцеление души, прощение грехов, оно прозвучало раньше, а здесь какая-то связка. Но можем мы что-то из него подчеркнуть и какую-то глубину разобраться, и для себя некоторую пользу получить? Безусловно. Смотрите, Господь берет и показывает свое божественное всеведение. Это такой уникальный случай в Евангелии от Марка, действительно Господь показывает, что Ему доступны наши мысли, помышления. Это очень важное свидетельство, тоже догматическое, что перед нами Господь наш Иисус Христос – истинный Бог. Потом было множество ересей, и тоже божество человечества во Христе, как соединялись, тоже вызывало сомнения. И святые отцы эпохи Вселенских соборов, и даже до этого эпохи Гонений, много спорили, защищали святую православную веру от еретиков. Здесь вот это божественное видение, которое есть во Христе, Иисусе Господе нашим, показывает, что вот Он – истинный Бог и человек. Тоже одно из тех оснований. Тоже Господь берет и узнает это духом своим. Дух свой, тут как это можно истолковать? Это можно истолковать даже и двояк. Можно истолковать духом своим, но что вот мы воспринимаем, например, как Духа Святого. Господь по божеству, Он един из святой живоначальной троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – это единый Бог. И Господь, Иисус Христос, когда Он воплотился, взял на Себя нашу человеческую природу, Он не был вырван из этой троического единства, Он пребывал в нем, оставался, ходя, ходил рядом с нами на земле и человеческое тело, Он переживал своей человеческой душой. И тоже можно сказать, что вот Духом Святым, которого Господь потом от Отца послал божественно своим учеником, как мы поим, величание праздника Пятидесятницы, что тоже через божество Духа Святого Он вот это понял. И это одно из толкований. Но все-таки мне, моей душе и в принципе и некоторым святоотеческому мнению ближе толкование, что все-таки речь идет духом своим, то есть духом своим по человечеству. Вспоминаем святоотеческое учение о том, как устроена природа человеческая, и природа человеческая устроена из тела, и дальше есть вот дихотомия или трихотомия, да, такие заумные термины, но главное в них, что человек вот есть тело, дух, который высшая часть, а в серединке еще душа. Но есть святые отцы, которые считают, что вот нет, есть тело и есть только душа, а дух – это высшая часть души, то есть вот из двух частей состоит. На самом деле принципиальной разницы здесь нет, потому что и те, и другие соглашаются, что есть материальная природа человеческая, которой мы принадлежим, и в то же время есть и духовный мир, которому мы тоже принадлежим, принадлежим своей душой. Но вот в душе все равно некоторое деление можно сделать. Деление, что дух – высшая часть души. Тут была, опять же, опасная ересь, которая еще была побеждена в эпоху гонений, ересь Аполлинария, то, что он считал, что вот это как раз не душа человеческая была во Христе, особенно вот именно дух человеческий заменило божество. Но это все равно, как некоторая одержимость бы Богом была, и святые отцы сказали, нет, Господь не вселялся в человека, как в марионетку, не заменял, у него было полноценное человеческое тело, полноценная человеческая душа, и в ней полноценный человеческий дух. А как же тогда духом своим, обычным, человеческим, Господь мог узнать мысли другого человека? У нас этого не бывает? Нет, на самом деле вспомним. Вот теперь мы переходим к практическому значению. Когда у нас такое бывает, что мы человека понимаем без слов? Без слов, и причем без сигналов, без бумажек, без подмигиваний. Это когда вот человек нам настолько близок, мы его любим, мы его ценим, причем это не обязательно, может, какие-то горячие страстные чувства, мы, например, может, у нас какой-нибудь там соратник, может, вот солдаты вместе на войне уже прошли не одно сражение, тоже все без слов друг друга понимают, что другой думает, что чувствует, куда бежать, как делать, как кого прикрывать, то же самое. То есть друзья хорошие могут друг друга без слов понимать. Ну и, конечно, любящие сердца, муж и жена, прожившие много лет рядом, им уже не нужны слова, чтобы понять друг друга, наоборот, слова могут даже чего-то запутать. Надо понимать, что Господь подобен нам во всем, кроме греха. Господь есть любовь. Господь говорит, что главная заповедь – это заповедь любви. Поэтому если любовь действует, то человек понимает. Если любовь умирает, то, наоборот, понимания нет. Потому что вспоминаем, опять же, даже не как с врагами, мы не можем найти общего языка, но порой и с нашими близкими, родными людьми. Даже с самыми любимыми, ради которых, возможно, мы иногда порой готовы умереть, а иногда мы берем и с ними просто бодаться начинаем. И более того, не просто бодаемся друг другу, что-то доказываем, объясняем, а понимания нет. Почему? Потому что как раз любовь умалилась. А Господь, хотя вот те как раз иудеи, которые мыслили, а кто это, он там немного ли на себя берет, отпускает грехи, что это он не исцеляет, а там мало ли он просто воздух сотрясает, ну вроде как некоторые оскорбления, он все равно этих людей любит. Он их любит, и поэтому он понимает их движение сердца. И если мы потом будем дальше читать отрывчик, мы видим, что он их не осуждает, не говорит, ой, вы там не правы. Нет, он видит их недоумение, он относится к ним, как и ко всем нам, как к своим таким маленьким детям, которые еще не все понимают, и надо объяснить, объяснить простым и доступным языком. Поэтому, дорогие братья и сестры, тут для нас из этого вроде, кажется, проходного стиха мы можем вынести очень важный смысл. Если мы не можем понять. Порой вот, ну нам действительно делают неприятности, там начальство делает неприятности, какие-то там тоже конкуренты кто-то там подсиживают, еще что-то, и вот думаешь, ну ты понимаешь, ну почему, почему, почему так происходит, что нужно сделать? Если ты возьмешь и чуть-чуть с любовью, с пониманием, с жалостью отнесешься к этим людям, попытаешься встать на их сторону, то тебе без всяких слов, без всяких пояснений станет понятна логика их действий. Возможно, ты увидишь и свои недостатки. И, конечно, конечно, ты не сможешь, как Христос, полностью прочесть мысли. Но вспоминаем, собственно, люди святой жизни, как вот в житиях святых, причем совсем даже недавнего времени, вот иногда говорят о прозорливости. Прозорливость – это не какие-то пророчества. Пророчества, они все были сказаны о том, как придет Христос, как он воплотился, это ветхозаветное явление о пришествии Христа Спасителя Благовествующего. А вот понимание, что думает, чувствует человек, другой человек, человек святой жизни, может достичь именно через любовь. Поэтому, дорогие братья и сестры, может, не надо себе ставить задачу прочесть чужие мысли. Совсем это для нас не главное. А вот задача полюбить человека, даже если он нам неприятен, она важна для нас не только что, ой, это мы наследуем Царство Небесное, когда еще будет. Она важна уже здесь нам на земле. Мы действительно лучше поймем ситуацию, лучше разберемся, лучше с меньшими потерями сможем из него выйти, большего эффекта достичь. Очень земные цели. Но Господь не противостояет земное небесное. Он говорит, нет, это земное может послужить по пути к небесному. Еще в заключение хотелось отметить, что вот так красиво говорит, что Господь говорит о том, что помышляет в сердцах своих. И мы-то знаем, что сердце это, по сути, такая мышца, насос качает кровь. И вроде это такой поэтический образ, как же Господь об этом говорит. Ну, конечно, Господь говорит и поэтически, но при этом тоже вот тут перекличка некоторая, что Господь духом, то есть высшей частью души, потому что тоже вот и святые отцы, такое древнее понимание было души, природы человека, что какие-то чувства, они играют именно вот чувства, эмоции в нижней части души. А вот ум не мозг, а именно ум, то есть мозг – это часть нашего тела, центральный нервный узел. А ум – это высшая часть души, которая мыслит, которая познает, познает мир, познает ближнего и самое главное – познает Бог. Поэтому Господь, по сути, и говорит, вот у вас есть душа, и вы помышляете о вещах божественных не умом, не высшей частью, а нижний, нижний, который вот в ваши эмоции играют. Поэтому тоже порой у нас может и ропот на Бога, и ропот на ближнего, какая-то обида возникать, потому что мы чувствуем, мы мыслим, мы-то знаем, что у нас, собственно, и чувства, и интеллектуальные какие-то действия, они все все равно именно в нашей черепной коробочке роятся, а вовсе не в сердце. Но все равно мы это как-то разделяем. И вот если мы в какой-то своей страстной части души пытаемся анализировать ситуацию, у нас всегда картина будет затуманена. Это как корабль, который в шторм пытается вплыть в гавань, а вокруг скалы опасные. Куда больше шансов нарваться. Если же мы не в такое волнующееся море войдем, а наоборот, вот уже постараемся через какой-то тихий пролив, залив, где наоборот от ветров закрывают какие-то леса, то куда легче мы проплывем. Поэтому и здесь вот Господь говорит, когда вы помышляете в сердцах, Он говорит, да, вы своей душой переживаете. Вы видите какую-то несправедливость, вы видите подвох. Но это потому, что вы это в страсти опустили. Возьмите, поднимите свою мысль на более высокий уровень, на верхнюю часть души, на дух, на наш ум, обращенный к Богу. И тогда вам легче будет. Именно поэтому вот можно сказать, ой, батюшки всегда советуют, помолись и тогда уже там решай. А там порой такое сложное решение, где уж тут до молитвы взял, отвлекся и расселся, вместо решения молишься. Нет. Если ты молишься, ты как раз свое какое-то решение поднимаешь на более высокий уровень. И благодаря этому решение легче принять. Поэтому, дорогие братья и сестры, 8 стих 2 главы Евангелия от Марка учит нас практически взять не страстно, а разумно оценивать любую ситуацию, стараться человека полюбить, через это его понять, и тогда нам будет легче и более счастливо здесь жить на земле, и куда легче будет нам путь к наследствию Царствия Небесного. Редактор субтитров А.Семкин